В течение недели тысячи человек ежедневно выходят на акции протестов в столице Северной Македонии. В Скопье люди собираются на центральных улицах и у здания правительства. Местную полицию закидывают камнями, жгут факелы и дымовые шашки. Протестующие говорят – так отстаивают самобытность своей небольшой страны. «Во-первых, меня беспокоит непрозрачность деятельности правительства. Протоколы переговоров не публикуются. А во-вторых, согласно требованиям Европейского совета, у нас снова есть условная дата переговоров о вступлении в ЕС. Македония начнет переговоры, как только будет изменена Конституция, когда болгары вмешаются в нашу Конституцию. Это ультиматум. Вот почему я протестую». Болгария давно предъявляет исторические претензии к Северной Македонии. Главное требование Софии – чтобы соседи порвали с идеологическим наследием и практикой коммунистической Югославии. В середине XX века коммунистический режим Иосипа Брустита, по мнению болгарской стороны, превратил болгаров-македонцев для разрыва связей между населением бывшей союзной республики Македония и Болгарией. Теперь требуют на уровне Конституции признать свои права. Жители Северной Македонии с этим категорически не согласны. «Каждый народ в мире имеет право на самоопределение. Поэтому македонский народ тоже имеет право на самоопределение и право решать свою собственную идентичность». Из-за отказа Северной Македонии идти на уступки Болгария, как член ЕС, уже второй год блокирует возможность страны стать членом Евросоюза. Хотя кандидатом Северной Македонии является уже на протяжении 17 лет. Помочь разрешить спор решил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы увидим. Следующие часы и следующие дни будут важны, чтобы увидеть, удастся ли нам достичь соглашения между Северной Македонией и Болгарией». Какие именно условия предложила Франция, не сообщалось, но Национальная ассамблея Болгарии одобрила резолюцию, снимающую болгарское вето на дальнейшую евроинтеграцию Северной Македонии с условием о признании болгар как нациообразующего этноса в Конституции страны. «Республика Болгария приняла решение, подтверждает условия, при которых Республика Болгария может поддержать любой шаг в процессе европейской интеграции Республики Северная Македония». Французский план компромиссы как основу для дальнейших договорённостей поддержали и в правительстве Северной Македонии. «Мы рассматриваем предложение как прочную основу для формирования серьёзной, ответственной и государственной позиции в отношении открывающихся перед нашей страной возможностей». Димитар Ковачевский, премьер-министр Северной Македонии. Фейсбук. Свою реакцию на найденный компромисс руководство двух стран уже опубликовали госсекретарь США Антони Блинкин и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель. Они отметили, что в такой критический момент европейской истории, когда Россия развязала войну против Украины, продвижение Албании и Северной Македонии по пути в ЕС является ключом к укреплению сплочённости и устойчивости всего европейского континента. «Мы приветствуем компромиссное предложение, учитывающее интересы и озабоченности как Северной Македонии, так и Болгарии, основанное на взаимном уважении, доверии и понимании. Суверенное решение парламента Северной Македонии будет иметь важное значение для продвижения вперёд. Этот дух конструктивного компромисса, на котором строится европейская интеграция, должен и впредь вдохновлять всех участников этого исторического процесса». Из совместного заявления Энтони Блинкина и Жозепа Борреля на сайте ЕС. Однако в крупнейшей оппозиционной партии Северной Македонии считают, что предложение Франции приемлемо исключительно для Болгарии, поскольку поддерживают её требования, которые оспаривают северомакедонский историю, язык, идентичность, культуру и наследие. «Мы собираемся сражаться и побеждать, или Македонии не будет? Помни, что я тебе говорю, либо мы будем сражаться и победим, либо Македонии не будет. Есть ли у нас выбор?» Оппозиция Северной Македонии призывается отечественников не прекращать протесты и выходить на улицы, чтобы отстоять свою национальную идентичность. Наталья Гусак, Владимир Штангелов, специальный информационный марафон «Фридом» телеканала Юэй.